монумент свободы и военный музей это можно назвать сказать называть целым комплексом около военного музея вот мы видим на дальнем фоне находится небольшой скверик и аллея вдоль которой находится выдающиеся скажем так жители граждане литвы которые имеют видимо какое-то отношения независимости борьбе за независимость литовской республики ну и здесь вот мемориал вечный огонь который к сожалению только на литовском языке но я так понял повествует о независимости объеме независимости литвы от российской империи в 1919 году это уже непосредственно сам музей музей он принципе небольшой но монументальный то есть вот это центральный вход такой вот треугольником в одну сторону холл большой в другую сторону холл большой и напротив стоит большая скульптура витавта или витаутаса великого который является символом наверное военным символом литвы мне так кажется да ну может меня кто-то поправит с двух сторон находится выставка военных техники но небольшая совсем то есть начиная от средних веков кончая уже событиями 20 века скажем так сам музей был открыт 1930 году что только этого не помню и состоит из археологические находа холодного стрельного оружия набора и муниции которые свидетельствуют о развитии истории литовского государства и военного отдела а также различные предметы документы коллекции фотографий ну в начале это отдел истории так назовем средних веков начиная вот таких вот простеньких оборонительных сооружений кончая уже более серьезными каменами различные элементы одежды рыцарей шпаги мечи и так далее и и и и и и Очень понравилась вот такая вот интерактивная битва, скажем так, которая сопровождается световыми, музыкальными эффектами, но объяснение, к сожалению, не только на литовском языке, ни английского, ни русского здесь нет. Дальше вы поднимаетесь на второй этаж, здесь уже идет экспозиция, которая больше относится к 19-20 веку, это уже пошла Первая мировая война, форма солдат различных армий, которые принимали участие здесь. Ну и вот такая вот голограмма литовского генерала, которая, скажем так, очень интересна. С двух сторон, смотришь, он отдает как бы честь. Это, между прочим, остатки, дальше в следующем поле, остатки самолета Литуани, как правильно произнести, я не знаю. Это выдающиеся литовские пилоты Степонас Дариус, по-моему, Стасис Гиденас, как-то так, Гиденас, которые в 1930 году, вот они, кстати, на старом архивном видео, хотели совершить беспересадочный полет из Нью-Йорка через Шотландию в Каунас. И они Атлантику перелетели, но была непогода сильная бура, и не долетев 600 километров до Каунаса на территории Польши, самолет, видно, пытались совершить аварийную посадку, из-за бури непонятно. То есть зацепили верхушку деревьев и разбились у пилотов. Такая вот невеселая история. Следующий холл это для любителей оружия, пистоли, пистолеты и т.д. и т.п. То есть начиная от, не знаю, там, 17-го века, кончая наиболее современными образцами уже 20-го века. Ну и последний зал посвящен борьбе литовского народа. за независимость после Второй мировой войны. К сожалению, Советский Союз после ухода немцев повторно оккупировал Литву. И до 1991 года Литва была оккупирована советскими войсками. Интересно, вот этот вот макет солдаты советской армии пытаются найти партизан, ополченцев. А те находятся внизу в таких вот своего рода землянках. И тут еще небольшой выставка такая. Я, к сожалению, не помню, не нашел в интернете какой-то выдающийся ученый. Но сделан не его так. То есть вообще это как бы набор различных предметов. Давайте смотреть со стороны. Но когда смотреть прямо, получается фото. Фото.